Теперь мы на спорте! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, какое обращение к вам более привычное? Тренер по адаптивному спорту или все-таки председатель общественной организации? Скорее всего, в силу моих возможностей, моей работы, ко мне обращаются как к тренеру по адаптивному спорту. Но, тем не менее, в вашей работе немало и работы на должности председателя общественной организации. Да, помимо плавания я курирую еще другие виды спорта. Это лин, это лыжные гонки, футбол и настольный теннис. Ну, я предлагаю об этих видах спорта поговорить чуть попозже, а начать пока с плавания. Меня интересует вот такой вопрос. Зимние виды спорта, они, в принципе, уже закончили сезон. У нас на дворе апрель, и все виды спорта, они уже, скажем так, зачехлились и перешли в межсезонье. А как в плавании и в спорте лин в этом направлении? Вообще, наш спортивный сезон начинается, как и в учебный год, с сентября по май. Но, так как у нас есть спортсмены, состоящие в сборной Российской Федерации, можно сказать, что у нас отпуска не бывает, и мы тренируемся круглый год. Но вот в связи с прошлым годом, да, с карантинными мероприятиями, у нас, к сожалению, выпало несколько месяцев подготовки именно на воде. Сами понимаете, что какая может быть подготовка у пловца без бассейна. Но, к счастью, в июне месяце нам удалось, наконец-таки, попасть в бассейн. Правда, не в наш, не в нашу быстрецу, а в Спартак. Но, тем не менее, мы продолжили подготовку на воде и тренировались в прошлом году все лето. И, получается, насколько насыщенным выдался сезон, и насколько он скомпоновался, вот, по сравнению с предыдущими? Конечно, мы понесли некие потери в спортивной подготовке, потому что приходилось больше тренироваться на суше, чем в воде. Но, тем не менее, с постепенным снятием карантинных мер нам все-таки удалось поучаствовать в прошлом году в сентябре на чемпионате России в городе Саранск. Правда, не расширенным составом, а только спортсменам, проходящим старше 18 лет. Но, так как мы никуда не успели поездить, так сказать, мы все-таки очень плотно занялись подготовкой к чемпионату первенства России, который пройдет у нас в Кирове с 8 по 13 апреля. То есть, получается, сезон получился таким насыщенным и сложным. Сложным как для спортсменов, так и для тренеров. Да, безусловно, было очень сложно, потому что любой спортсмен будет терять мотивацию, ну, так же, как и тренер, при отсутствии должных условий тренировок. Успели мы все-таки съездить на несколько сборов, свозить нашу сборную в Крым. И расширенный состав у нас ездили в Москву на озеро Круглое. Это база сборной Российской Федерации. Вы уже сказали про введение ограничений. В прошлом году я прекрасно помню, что буквально до середины года вообще ничего не работало, бассейны не работали, занятия не проводились, а дети, соответственно, заниматься в этих бассейнах не могли. Ну, я, наверное, секрета не открою, что занятие сухим плаванием, оно не компенсирует ни в коем образе, ни в коей мере занятие на воде. Ну да, безусловно, есть очень огромная разница, особенно в специфической подготовке любого пловца. Но, тем не менее, у нас было большое количество времени отработать технико-тактическую подготовку с каждым спортсменом. Ну и все-таки без физического развития пловца на суше очень пригодились занятия, которые мы проводили посредством системы Zoom, Viber, видеоконференции. Насколько сильно вот этот факт ограничений, особенно в прошлом году, отразился на итогах выступления наших пловцов ЛИН? Я считаю, что мы не понесли сильных потерь, потому что у нас было достаточно времени после подготовиться, и на будущем чемпионате я рассчитываю, что мы покажем очень достойные результаты, потому что чемпионат России – это отбор на чемпионат Европы, который за собой величит отбор на Паралимпийские игры летом. То есть, в принципе, статус достаточно серьезный, и перспективы весьма-таки неплохие получаются. Да, перспективы у нас хорошие, если брать в частности плавание. У нас шесть спортсменов входят в состав сборной Российской Федерации, и два спортсмена старшего возраста, они входят в расширенный состав на Паралимпиаду. Какие старты удалось провести в Кирове вот в этом сезоне, и насколько успешно удалось в них выступить? Мы провели все запланированные соревнования, которые с сентября у нас планировались, плюс у нас был рождественский турнир, мы первый раз его проводили. Очень достойно проявили себя как наши уже действующие чемпионы области, так и подрастающее поколение. У нас очень большой запас малышей, так сказать, которые тоже себя достойно проявили и на соревнованиях, выполнили разряды. Ну и я думаю, что следующий цикл, который у нас же считаются циклы паралимпийские, так и как и олимпийские, думаю, что стоит рассчитывать, что у нас появятся новые спортсмены, которые сейчас уже себя проявят на первенстве России, и мы увидим фамилии Кировчан в списках сборной на Паралимпиаду. А насколько высока конкуренция в плавании ЛИН? С последним развитием этого спорта конкуренция выросла очень большая, потому что раньше об этом никто не знал. То есть были какие-то единичные спортсмены, которые выступали. Сейчас, сами понимаете, что с каждым годом у нас здоровье детей становится все хуже и хуже, конкуренция растет. И я считаю, что с появлением большой постройки различных спортивных сооружений спорт привлекаются не только спортсмены с абсолютным здоровьем, но и спортсмены, которые имеют ограничения в здоровье. Поэтому, да, что по чемпионату, что по первенству России, у нас очень достойная хорошая конкуренция. Ну, я так понимаю, что конкуренция достойна не только на чемпионате первенства России, но и на чемпионате первенства Кировской области, чтобы отобраться именно на чемпионат первенства сначала ПФО, а потом России. Серьезен отбор на окружные и российские соревнования? У нас окружных соревнований, к сожалению, не бывает, как в обычном виде спорта, да. У нас есть уровень Кубка области, уровень чемпионата первенства области, и, соответственно, по итогам этих соревнований мы набираем в основные составы сборной области. И плюс, помимо уровня России, у нас еще существуют соревнования ранга спартакиады инвалидов. Это немножечко другое направление. И также мы еще участвуем в движении специальной спецолимпиады России. Давайте немного поговорим о плавании, не только о плавании ЛИН, а вообще о плавании в нашем регионе. Я знаю, что в начале апреля проходило первенство Кировской области по плаванию. И вот насколько на этом старте хорошо выступают спортсмены? В данный момент в бассейне Быстреца проходит первенство области по плаванию среди спортсменов нашей области. Я считаю, что при хорошей подготовке, которая у нас, собственно, была и не прекращалась. Спортсмены выступают очень достойно, устанавливают рекорды области, что немаловажно. И я считаю, что на последующих соревнованиях они должны попасть в лидеры. Как раз хотел спросить вас о том, ждать ли установления новых рекордов на дорожках. Если брать рекорды области, я думаю, что да, у нас очень большой запас малышей, которые себя очень хорошо проявляют. Поэтому думаю, что да, рекорды обновятся. Вот знаете, слушая вас, вспоминаю беседу с конькобежцами, которые были в этой студии несколько недель назад. И они говорили, что прошедший зимний сезон для них получился едва ли не самым удачным вообще за всю историю. Вы рассказали, что и для вашего вида спорта вот этот сезон получился тоже достаточно неплохим и в медальном плане успешным. С чем связываете вот такую аномалию, парадокс? Почему могло так сложиться? Ну, знаете, скорее всего, это связано с тем, что спортсмены были задействованы на тренировках только в своем бассейне. Нас, скажем так, никуда не дергали, ни на какие сборы, ни на какие-то дополнительные мероприятия. То есть не было никакой суеты. И поэтому мы очень плодотворно потрудились в бассейне. Нам удалось потренироваться и две тренировочки в день, что тоже немаловажно для наших спортсменов. Поэтому, несмотря на то, что было время, когда не было тренировок, я считаю, что мы постарались и тренерским составом, и составом детей, чтобы догнать вот то упущенное время, когда у нас проходило на суше. Я знаю, что с 3 по 9 апреля уже в Казани пройдет чемпионат России по плаванию Кировской области. на этом турнире представит Александра Еремина. Какие у него шансы есть вообще выступить в турнире? Насколько успешно? Я считаю, что это один из самых успешных спортсменов нашей области. Она тренируется у моего первого тренера. Поэтому я считаю, что с таким хорошим багажом тренировок и с высокой квалификацией Ольги Александровны Шатовой, я думаю, что она должна проявить себя, и мы увидим ее на пьедестале среди победителей и призеров. А итоги сезона уже подводили или еще предстоит это сделать? И я имею в виду плавание Лин и вообще плавание Кировской области. Может быть, что-то уже подвели, а что-то еще нет? Ну, мы никогда не загадываем вперед, потому что наш сезон может продлиться и начаться второй сразу за ним. Потому что, как я уже говорила, у нас чемпионат России это отбор на чемпионат Европы в конце мая. И по итогам чемпионата Европы наши спортсмены, те, кто отберутся, они поедут представлять, собственно, нашу Российскую Федерацию на Паралимпиаду. Так же, как и у обычных спортсменов отделения плавания. У них еще летом очень-очень много соревнований, которые тоже отборочные, на отборочные, на отборочные. Поэтому подводить итоги, я считаю, что рановато. Ну, фактически пловцы получаются практически круглый год, либо занимаются, либо тренируются, либо выступают на соревнованиях. Да, спортсмены, которые высокого подготовки, высокого уровня квалификации, они, к сожалению, не имеют. Отпуск к канику, как и спортсмены более низкого уровня. Поэтому, да, у нас год перетекает в год, в год и в следующий год. С вашего позволения, давайте перейдем к другим видам спорта, которые относятся также к вашей общественной организации. Вы уже сказали, что в сферу ваших обязанностей входят и лыжи. Каких успехов добились в этом направлении спортсмены? И еще поговорим, если успеем, о футболе. Значит, у нас лыжные гонки, они базируются на базе Перекоп под руководством Андрея Михайловича Кошкина. Значит, наши спортсмены очень достойно выступают на всех уровнях подготовки. И всех соревнований, включая и чемпионаты России, и чемпионаты мира, да, где мы успеваем тоже выступить. Значит, на прошедшей зимней спартакиаде инвалидов, это очень важное мероприятие среди спортсменов всех уровней, наши спортсмены заняли третье место, общекомандное. Да, общекомандное место. Насколько этот успех, насколько вот этот результат можно назвать успешным? Я считаю, что это очень немаловажно для нашей области, потому что, сами понимаете, что лыжные гонки, они, собственно, существуют только в зимнее время, да, то есть летом у них тоже какая-то подготовка есть. И думаю, что это неплохой толчок для участия на международных соревнованиях, где наша команда составит достойную конкуренцию другим странам. Каких успехов достигли футболисты, Лин, в последнее время? Чем могут похвастаться? И могут ли они, скажем так, составить конкуренцию лыжникам и пловцам в медальном зачете своеобразно? Ну, так как футболисты наши тоже не отстают от нас и от лыжников. Недавно проходил чемпионат России в городе Саранск, где, ну, он сейчас проходит, и команда наших футболистов под руководством старшего тренера, собственно, Российской Федерации, Олега Геннадьевича Карабани, они заняли, ой, они еще пока не заняли, они вчера выиграли у команды Екатеринбурга, а это по итогам прошлого года действующий чемпион России. Какой результат на вот этих соревнованиях будет приемлемым или даже хорошим? Очень бы хотелось, конечно, чтобы наша сборная вышла в лидеры, да, стала победителем, но думаю, что если спортсмены хорошо подготовились, то я думаю, что можно рассчитывать на призовые места точно. Ну, будем надеяться, что и футболисты привезут со своего турнира медали любого достоинства, ну, и лыжники в следующем сезоне достаточно хорошо себя покажут. Какие еще виды спорта входят в вашу компетенцию? Также еще у нас входит в спорт Лин, настольный теннис. Он, скажем так, пока что не в лидерах, потому что очень сложно заинтересовать таким видом спорта. Он, ну, как так сказать, не динамичный, не такой зрелищный, но побывав, вот мы ездили в 2019 году на Спартакеаду инвалидов в Йошкару, там участвуют все категории спортсменов с ограниченными возможностями. Очень интересно было наблюдать за поединками, например, спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, то есть, которые на колясках. Поэтому, может быть, дети просто у нас, ну, так сказать, не воспринимают это как какой-то серьезный вид спорта, но, тем не менее, он входит в паралимпийскую программу. Поэтому я считаю, что мы постараемся как-то подтянуть этот вид в нашей области. А вообще вам, как тренеру по адаптивному спорту, вот насколько за последние годы внимание к спорту Лин, к любым видам этого спорта, оно изменилось и в какую сторону? Ну, я думаю, что для кого не секрет, что в последнее время очень популярно слово «инклюзия». Оно, конечно, больше воспринимается на уровне школьной программы, что в школах имеют право учиться ребята с различными нарушениями. На равных? Да, на равных, абсолютно равных. И поэтому спорт, спорт без границ, как считается, у нас точно так же развивается очень интенсивно, то есть очень много спортсменов, бывших, да, которые с нарушениями какими-то там опор на двигательном аппарате зрения, слуха, интеллекта, как наша федерация, они выходят из тени. То есть, как в Советском Союзе, когда не участвовала наша сборная в паралимпийских играх, было сказано, в нашей стране инвалидов нет. Но сейчас как бы слово «инвалид» не употребляется, как бы слово «ОВЗ», ну и различные аббревиатуры, я считаю, что это очень неплохая поддержка идет со стороны Министерства спорта, если брать, да, спорт, поддержка очень родителей большая, большая поддержка различных спортивных организаций, которые воспринимают таких детей как равных и дают возможность им не только, например, плавать, но также заниматься в различных залах, в легкоатлетических манежах, на различных стадионах. Но мы со своей стороны постараемся оказать вам информационную поддержку. Я думаю, что она для вас тоже лишней не будет. Я напомню, что сегодня в программе на спорте вместе со мной была председатель общественной организации «Спорта ЛИН» в Кировской области Жанна Баженова. Жанна Сергеевна, большое вам спасибо за эфир. Всего доброго. Вам большое спасибо за приглашение. Всего хорошего, хорошего настроения. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова